Она держала на руках. Представим дело иначе. Ну а если у этой женщины был чемодан? Стоп! Ну да, у этой женщины был чемодан. Я помог женщине подкатить ее коляску и поднес ее чемодан. Предположим, во всяком случае у меня есть шанс. Я должен его использовать. Вот он. Слушайте, дружище, подводите срочно группенфюреру, скажите, я вспомнил. Попросите его немедленно спуститься ко мне. Я все вспомнил. Хорошо. Сейчас доложу стандартный. Значит, я там оказался потому, что меня завернула полиция. Я говорил с полицейским. Я помню его лицо, а он должен вспомнить меня. Я предъявил ему удостоверение СД. Он смотрел на меня, когда я катил эту коляску, я это чувствовал. Следовательно, он подтвердит, что я подкатил коляску. Я скажу, что помог перенести и чемодан. Если он действительно видел, что я перенес коляску, он не сможет уверенно ни подтвердить, ни отрицать чемодан. Что мне и нужно. Случилось что-нибудь невероятное, Битнер. Мы заняли Москву. Группен фюрер, Штирлиц просил вам передать, что он все вспомнил. Да? Когда? Только что. Хорошо. Больше ничего нового? Ничего существенного. Об этом охранники ничего не собрали? Так, всякая ерунда. Какая именно? Свидения о жене, о детях, родственниках. Это не ерунда. Это совсем даже не ерунда. Дружище Битнер, особенно в таком деле. К жене посылали людей? Жена два месяца назад ушла от него. Что-что? Он лежал в госпитале после контузии, а она от него ушла. С каким-то торговцем в Мюлхен. С кем? Говорят, с торговцем в Мюлхен. Дети? У него один ребенок, четырех месяцев. Она его сдала в приют. Где находится приют? Там нет названия. Приют в Панкове. Моцартштрассе, семь. Теперь средняя его матушка. Вот что, ребята, сейчас может быть большая стрельба, так что возьмите свои бульдоги. Кто знает, где находится приют в Панкове? Моцартштрассе, восемь. Ты опять перепутал. Ты вечно путаешь четные и нечетные цифры. Дом номер семь. Я слушаю вас. Я Хельмут Кальдер. Моя дочь Руссула. Я приходил уже. Мне сказали, чтобы я... Да, я знаю. Но сейчас девочка должна спать. Я сегодня уезжаю на фронт. Мне бы хотелось с ней немного погулять. Она у меня на руках поспит. Боюсь, что доктор не разрешит, мой господин. Но ведь я уезжаю на фронт. Вы не можете лишить меня возможности повидать ребенка. Хорошо. Я понимаю, я постараюсь. Подождите, пожалуйста, один момент. Так вы хотите выйти на улицу? Что? Если вы хотите с девочкой погулять, то мы дадим вам коляску. Зачем? Чтобы не держать ее на руках. Нет, нет. Спасибо. Так лучше. Вам целесообразнее пройти в наш садик. Там тихо. Если начнется налет, вы сможете спуститься в убежище. Я только узнаю, когда автобус, и вернусь в дом. Я сейчас. В дом? В какой дом? Я хотел сказать, в сад. В сад, конечно. Вы что, плохо себя чувствуете? Почему? Вы очень бледный. Нет, нет. Ничего, ничего. Все в порядке. Эй, ты! У тебя что, наверное, не все в порядке? Идиот. Подержите ее, пожалуйста. Я пойду на остановку. Как только увижу автобус, я за вами вернусь. Лучше вместе. Давайте лучше вместе. Нет. Нет. Мы обязательно должны добраться до вокзала и сесть в поезд. Здесь легко затеряться среди беженцев. Лишь бы попасть в Мюнхен. Там моя мать. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА